Слово из Иерусалима И это потрясающе, что сегодня со мной два пастыря, два служителя из Америки. Это Грант Эдвардс и Рик Айвс. Шалом вам, братья. Мы приветствуем вас. Вы провели потрясающую конференцию для пастыров и служителей. Ваше служение заключается в ученичестве. Но я понимаю, не только, но это основная ваша мысль. То, что Бог положил в ваше сердце. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Почему именно ученичество? С кого начнем? Ученичество было в сердце Иисуса. Это было его последнее повеление. Последнее, что он сказал братьям и сестрам. И именно потому, что это последние слова, они очень важны. Это самое важное. Он был заинтересован в том, чтобы Евангелие вышло из Израиля и достигло всего мира. Мы обнаружили, что люди говорят об ученичестве сегодня, но они не занимаются ее. Но вы говорите сейчас, что Евангелие должно выйти. Оно же вышло. И оно проповедуется. А как вы соединяете это с ученичеством? То есть для того, чтобы делать учеников, я понимаю, нужно, ну, как бы общаться с ними, быть с ними. Так все-таки давайте разделим эти вещи или поясните, как вы их видите. Конечно, мы должны проповедовать Евангелие. И мы заинтересованы в том, чтобы завоевывать души погибающих людей. Но Иисус сказал, научите, то есть производите на свет учеников, порождайте учеников. И мы видим на примере самого Иисуса, в его отношениях с учениками, он строил личные отношения. И мы увидели, что если ты хочешь, чтобы твое служение было, производило учеников Христа, нужно иметь личные отношения один на один. Так все-таки проповедь Евангелия и ученичество, это не две одинаковые вещи. Пастор Рик, что вы думаете об этом? Иисус сказал очень ясно. Если посмотришь, бросишь взгляд, ты увидишь, что нивы побелели. И нужно молиться за делателей. В течение всей истории многие люди спасались. И сегодня в этой стране люди спасаются. В Китае миллионы людей спасаются. Евангелие проповедуется. Но нам нужно улучшать эти методы, способы. Евангелие все-таки проповедуется. Но Иисус сказал, молитесь за делателей. И частью этой работы являются наставники. И этого не хватает больше всего. Вы сказали вчера одну вещь. Не знаю, насколько все пастыря могут с этим согласиться. Вы сказали, что каждый может стать наставником. Но, да, все-таки если касаться церковного служения. Конечно, мы понимаем, что пастырь должен доверять всем. Но есть ли ограничения? Можно ли доверить это наставничество всем? Даже тем... Даже тем людям, которые прошли через ученичество. Иной раз даже они спотыкаются и хромают. Как понять, где эти люди, наставники? Это призвание? Как, допустим, пастырь. Пастырь – это не профессия, это призвание. Сегодня во многих местах пастырь – это как профессия. Но вот наставник – это же все-таки не профессия. Это должно быть из сердца. Как разобраться в этом? Я согласен. Должно быть помазание, чтобы человек был пастыром. Есть помазание учителя, есть помазание евангелиста. Но Иисус сказал, обращаясь ко всем верующим, «Идите и научите». Поэтому мы не говорим просто о профессиональных учителях и наставниках. И мы даже не говорим об особом помазании наставников учителя. Мы говорим об обычных верующих людях, которые способны сесть с другим верующим человеком и поделиться базовыми фундаментальными истинами об Иисусе. Мы верим, что практически все верующие, ну, конечно, не 100%, но я бы сказал 95-98% они способны сесть с другим человеком один на один. И если у них есть материал, они могут поделиться базовыми истинами о том, кто есть Иисус. Друзья, ну, не получится ли это так, что это перейдет в какую-то обыденность? Потому что я думаю, что для наставников это должно быть волнительно. Потому что я послушал вас вчера, и я понимаю, что для людей, которые будут учениками, если они на самом деле родились свыше, вот, вот, недавно, для них вот этот час в неделю, они будут его ждать. Потому что ребенок, когда рождается, он обычно ест молоко матери. И это нормально. Ну, а вот наставник, наставник, он не перейдет у него это в обыденность? Мы обнаружили, что большинство людей, которые становятся христианами, большинство уходит от веры, от верности. Вы упомянули образ церкви как семьи. В семье, если в семье будет большинство детей умирать, это что-то неправильно с этой семьей. По всему миру, статистика такова, больше 80% людей, которые принимают Иисуса своим Господом и Спасителем, уходят от веры в течение первых трех месяцев. Если, допустим, у церкви появляется стон об обращенных, пастор не в состоянии наставить каждого из них один на один, это невозможно по времени. Должна быть стратегия. Пастор должен обучить, допустим, 10 человек, эти 10 человек обучат еще 10 человек, эти 20 обучат 40 человек, и таким образом происходит рост церкви. Это тот же самый рост, когда ты начинаешь понимать динамику личных взаимоотношений в ученичестве один на один, меняется динамика, не 80% теряется, а наоборот. Вы уже сказали, что для пастора это трудно, это так и есть, потому что пастор часто не понимает, что делают люди в церкви, чему они могут научить и чему они учат. Что мы делаем? Мы показываем людям в церкви, что главное средоточие этого процесса это первые три месяца в жизни новообращенного человека. Есть разница между ученичеством, закладывающим основания в течение первых трех месяцев и фрорирующим ученичеством. Я понимаю, вы вчера сказали, что самое главное построить или вложить в человека правильный фундамент, который не может измениться. И это Иисус Христос. Только лишь. Это Иисус Христос. Но можем ли мы рассчитывать на то, что три месяца обучили человека? И мы ему теперь доверяем новых людей. Он только три месяца назад принял Господа. Вы считаете, что это нормально передать ему, чтобы он был наставником? Пожалуйста, Рик. Мы видели это вновь и вновь в разных странах. Иногда самые лучшие наставники это как раз новообращенные христиане, которые недавно спаслись. Потому что их приводит в восторг мысль о Господе. Они желают всем сердцем следовать этому материалу. У них нет багажа динаминационного с кучей вопросов. Они просто хотят сделать что-то из-за любви к Иисусу. Их, конечно, должен лидер направлять. Лидеры — это ключ ко всему. Но лидеры не могут всю работу осуществлять. В большинстве церквей люди сидят в креслах, слушают проповеди и ничего не делают. В этом служении они начинают сразу что-то делать под руководством лидера. И в их жизнь приходит великое удовлетворение. Они чувствуют, что они что-то делают для Господа, для Царства. Да, часто новообращенные — это самые лучшие наставники. О вашем служении в России. Сколько лет вы служили в России? В 1991 году, когда я был в Израиле, Господь ясно проговорил мне и сказал переехать в Россию. В мае 1992 года я переехал в Россию. Я и пастор Грант мы работали в России с 1992 года. В основном в Санкт-Петербурге. Мы работали и познакомились с многими чудесными пасторами в течение этого времени. Проводили всевозможные большие евангелиционные собрания, помогали открывать реп-центры для бывших наркоманов и открывали новые церкви. Два года назад мы узнали, что оказывается в Израиле много русскоговорящих людей, много русских. Вот почему мы сегодня здесь, пастор. Мы всегда хотели работать с русскими людьми. Бог положил нам на сердце это. Подождите, и за русскоговорящих евреев вы находитесь здесь сегодня? Потому что вам сказал Бог? Это работа, это служение, которое связано с Россией, началось в 1991 году. 20 лет в России мы проработали уже. Два года уже в Израиле. Наша организация называется «Русские достигают русских». И она одинаково работает и в России, и в Израиле. Мы хотим, чтобы русскоговорящие люди достигали других русскоговорящих людей. Вы, друзья, у вас две разные церкви, или как? Расскажите нам немного, потому что это интересно. Как это происходит? У вас разные церкви, я понимаю. Он мой босс. Нет, мой начальник сидит рядом с тобой. Я пастор. Я пастор достаточно крупной церкви в Америке. У нас очень много работников церкви, которые... У нас есть много миссионерских проектов по всему миру. Я очень много путешествую по всему миру. Но все возвращается всегда к теме ученичества. Я был пастором, был одной и той же церкви более 40 лет. И я постоянно обучал, поднимал и воспитывал людей. И эти люди сегодня тоже воспитывают и поднимают других людей. Я могу уехать. И когда я уезжаю из церкви, путешествую, люди, мужи и жены Божьи, они берут на себя ответственность и исполняют всю эту работу. Ну, скажите мне одну вещь. Почему вы едете по всему миру или посылаете миссионеров, чтобы сделать учеников? Это ваше видение? Или просто это то, что горит в вашем сердце именно вот... Вы понимаете, что есть недостаток этого? И то, и другое. Когда я впервые стал христианином, я уверовал. За три первых месяца моей христианской жизни я привел к Господу 100 человек лично. И потом я увидел, как многие из этих людей ушли от веры. И это меня очень ранило. И я знал, что мне нужно научиться чему-то, как быть наставником и наставлять людей, чтобы люди начинали... Я начал изучать Библию, начал изучать вопрос ученичества. И я научился моментам, которые связаны с ученичеством, чтобы я обучал и наставлял людей так, чтобы они не уходили от Господа. И я начал практиковать это в моей церкви. И такой успех пришел на это дело, что церкви в нашем штате узнали об этом и начали приглашать меня, чтобы я проводил подобные тренинги, обучения, чтобы помог им внедрить это служение в их церквях. Затем другие церкви из других штатов Соединенных Штатов начали приглашать меня. Мы сегодня в Соединенных Штатах 400 церквей охвачены этим служением. И успех был очевидным для многих людей. Поэтому нас стали приглашать и в другие страны. В России, в Италии, в Камбоджии, на Филиппинах, на Кубе и во многих других странах. Я все еще остаюсь пастором местной церкви. И это мое сердце в этом. Я верю в поместную общину, в поместную церковь. И я знаю, что ключ к великому служению пасторскому заключается в том, что пастор не пытался все делать сам, но чтобы он учился развивать, поднимать, воспитывать других учеников и делать из них видео. Я думаю, что, друзья, вы не случайно здесь. У нас была потрясающая встреча год назад. И Бог посетил нас на этой встрече. Но знаете, я верю, что Бога можно переживать и на уровне чувств тоже. Потому что, когда Бог приходит, Он может коснуться и Духа, и Души, и Тела. И мы знаем, когда мы говорили, что-то произошло. И что-то еще произойдет, я верю. Я думаю, что это как взаимоскрепляющие связи. И когда мы на самом деле... Мне понравилось, о чем вы говорили. И мы будем двигаться в этом. Было вчера около, наверное, 30 пасторов, я думаю. И еще лидеры были. И это были не только русскоговорящие. Также евритоговорящие. Эфиопские пастыра, Конго. На французском языке, на английском языке. И это потрясающе. Друзья, ну, вы знаете, Израиль – это такое место. Это, наверное, вот... Настолько много благодати нужно здесь. И я вот хочу вас спросить. Как вы думаете, вот... Мы живем в последние дни или нет? Если мы говорим об учениках. Я верю в то, что мы определенно живем в последние времена. И нужда в наставничестве, в ученичестве больше сегодня, чем когда бы то ни было в истории. Я верю, что Библия учит, что в последние времена будет великая жатва. Я верю, что Бог будет двигаться сильнее, даже и больше, чем в книге «Деяния» мы читаем. И еще такой вопрос. У вас харизматические церкви? В Америке? Да. У нас есть харизматические церкви. У нас есть харизматические церкви. Наша церковь — харизматическая церковь. Потому что мы верим в силу Святого Духа. Но вы такие спокойные. Ты просто не видел, как я проповедую. Я думаю, можно быть харизматическим человеком, но при этом быть умным, образованным, иметь мир. И если Бог начнет двигаться во мне так, что Он заставит меня танцевать, я буду с радостью танцевать здесь. И это происходит. Но также мы можем садиться и спокойно беседовать. Так, чтобы люди, которые не знают, они могли бы сказать, это мы можем послушать. Нам нужно быть ведомыми Святым Духом. Друзья, я слышал ваши свидетельства. У меня тоже свидетельства, как у вас. Мое личное свидетельство. И вот пасторик сказал интересную вещь, что Бог его спас через телевизионное служение. И что это не было прямым эфиром. Это была запись. И проповедник обратился. И произошло чудо. Это самое величайшее чудо для меня. Когда человек рождается свыше. Что вы можете сегодня сказать нашим телезрителям, которые еще не верят в Иисуса Христа? Мне было уже за 30, я был атеистом, алкоголиком. И при этом был успешным бизнесменом. Вы знаете, оказывается, можно быть вот всеми этими ипостаси этими. Как сказал пастор Орен, Я сидел и смотрел телевизионную программу христианскую. И этот человек повернулся ко мне, глядя в камеру, и сказал, «Ты должен встать прямо сейчас и помолиться со мной». Я ничего толком не понял, но Дух Божий коснулся моего сердца. Я встал и помолился. И все, что я могу сказать вам, я понял, что моя жизнь изменилась полностью. Я уже не был атеистом, я уже не был алкоголиком. Сегодня у меня чудесная семья, жена чудесная, замечательная работа, лучшая, которая когда-либо была, и любовь Божья со мной. Я знаю, что некоторые из вас не верят еще в это, но я вам говорю, я живое доказательство того, что это правда. И все, что вам нужно сделать, это попросить Иисуса, и Он изменит вашу жизнь. Пастор Грант, я хотел попросить, чтобы вы помолились за наших телезрителей сегодня. Потому что многие из них находятся сегодня в стесненных обстоятельствах. Многие находятся сегодня в обстоятельствах, когда они не знают, куда им идти и что им делать. Может, некоторые уже потеряли надежду. Может быть, сегодня ваша молитва будет для них новым началом. Потому что мы получаем множество писем от телезрителей, которые принимают благодать от Господа. Помолитесь, пожалуйста, за наших телезрителей. И прежде, чем я помолюсь, я хочу произнести слово благодати и милости. Я говорю вам, настанет в вашей жизни момент, когда жизнь будет больше, чем ваши силы и способности. Но Бог, Он больше обстоятельств. Все, что выйдет против вас, Бог больше этого. Он может простить ваш грех, Он может забрать ваш стыд и позор, исцелить ваши физические заболевания. Он может освободить вас. Но этого Он никогда не сделает, если вы не примете Его своим Господом и своим Спасителем. И если вам нужно принять Господа с Иисуса своим Спасителем, это очень просто. Нужно сказать, «Иисус, я верю, что Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Я принимаю Тебя, и я каюсь в своих грехах и обращаюсь к Тебе». Те из вас, у кого есть другие нужды, сейчас я помолюсь за вас. Я помолюсь во имя Иисуса. Если есть человек, которому нужно исцеление сейчас, если у кого-то проблемы со спиной сейчас, у кого-то проблемы с шеей сейчас, я чувствую, что особенно сейчас Бог исцеляет тех, у кого проблемы с животом. Прямо сейчас исцеляетесь во имя Иисуса Христа. У некоторых из вас серьезные финансовые нужды. Попросите конкретно Бога ту сумму, которая вам нужна. Иисус любит вас. Он слушает ваши молитвы. Некоторые из вас должны обрести освобождение. Бог однажды освободил меня мгновенно. Я помолился, и Бог освободил меня. После этого я не возвращался к наркотикам. Никогда не желал. И я провозглашаю свободу в вашу жизнь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Друзья, интересно очень. Сидят такие солидные дяденьки. Такие солидные люди. И один говорит, я бывший алкоголик. А другой говорит, я бывший наркоман. Только Иисус может изменить нашу жизнь. И вы знаете, мы можем говорить и говорить и говорить людям. До тех пор, пока они просто не откроют свое сердце. И не поймут, что они духовные банкроты. Что им нужен сильно Бог. Ничего не изменится. Братья, скажите мне, ваше отношение к Израилю в этих последних днях? У нас осталось немного времени. Просто мне интересно. И нашим телезрителям интересно. Потому что Израиль имеет особенное место в сердце у Бога. Я верю в это всем своим сердцем. Ваше отношение к Израилю. Израиль – это центр мировой истории. Потому что Иисус является центром мировой истории. И Он – отсюда. Однажды один русский человек показал мне. Он показал мне карту мира. И Он показал мне, как Евангелие начало движения из Израиля, с Иерусалима. И в течение двух тысяч лет медленно распространялось по всему миру. Кроме одного места. Ближнего Востока еще не достигла. И сейчас Израиль – это центр Ближнего Востока. Это последние дни. Великое повеление. Великая весть Евангелия достигает Израиля. Проделав этот круг. Поэтому нас приводит в восторг возможность заниматься этой работой. И не только заниматься, но и заниматься ей в Израиле. Потому что мы верим, что это центр всех пророчеств, относящихся к последнему времени. Вчера пастор Грант сказал, дорогие телезрители, и это коснулось моего сердца, пастор Грант сказал, что мы все ждем великого пробуждения. И это на самом деле так. Друзья, я хочу вам сказать, что я лично живу своей духовной жизнью. И одно из моих главных направлений – я ожидаю, что Бог пошлет величайшее пробуждение. И я увижу своими глазами, как множество людей принимают Господа Иисуса, как множество жизней изменяются. Это будет потрясающе. Друзья, Библия говорит нам, что сегодня Израиль находится в отвержении. Но, когда они примут, это будет как воскресенье из мертвых по всему лицу земли. Поэтому, друзья, будьте с нами, смотрите наши программы. Мы благодарим вас за то, что вы поддерживаете нас молитвенно и финансово. Пусть Господь благословляет вас. Мы продолжим наш разговор. Дорогие друзья, что Бог говорит вам именно об Израиле? Вы приедете еще в ближайшее время? Мы еще раз приедем в Израиль. Вновь приедем в Израиль. Я немножко поговорю о важности Израиля. Я из маленького городка в США, называется он Спрингфилд, в штате Огайо. Никто не слышал об этом городке, он маленький. Никто не слышал о моей церкви в Спрингфилде, в Огайо. Но об Израиле слышали все. И мы молимся за вас. Церкви, общины, организации по всему миру молятся за Израиль. И Бог будет отвечать на эти молитвы. Я верю, что государство Израиля, именно государственность Израиля, поднялась из-за ходатая, которые молились по всему лицу земли. Я хочу от лица всех верующих Израиля и вообще от Израиля поблагодарить вас за ваши молитвы, за вашу поддержку. Но я хочу сказать, братья, мы тоже к вам приедем, если позволит Бог. Пожалуйста, приезжайте в Спрингфилд. Дорогие друзья, с нами сегодня был пастор Рик и пастор Грант. Потрясающие люди. Если вы не знакомы с их служением, зайдите на их сайт, который мы вам предоставим. И это будет хорошо. И это будет благословением для вас. Пусть Бог благословит вас. Во имя Ищуа Амашияха, Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Продолжение следует...